Привет, друзья! Сегодня я вас познакомлю со своим самым масштабным на сегодняшний день проектом. Это книга о приключениях юной слонихи Софи и ее друзей. Книга только-только вышла, поэтому я не буду пока ее всю показывать. Я покажу оригинал иллюстрации и немножко расскажу о работе над книгой. Вот здесь написано, что возраст, это детки 6 лет и младший школьный возраст, но мне так кажется, что книга будет интересна более младшим детям, но тогда должны читать родители, потому что в книге очень много текста, хотя сама история очень динамичная, интересная. Я думаю, что младшим будет тоже нескучно. Мне очень понравилась сказка, я думаю, в детстве я была бы счастлива, если книга подарили. Ну, как художнику мне тоже было очень интересно, хотя и не просто. Во-первых, потому что книга достаточно объемная, вот она какая можно увидеть. Вот, много персонажей и я никогда не стилизовала Сона. То есть я их, конечно же, рисовала, но я образ далеко не сразу нашла. Сейчас я просто пролистаю, так немножко покажу. Что себя представляет книга. То есть можете видеть, сколько здесь текста. То есть это не коротенькая история и картинка на весь разворот. Нет, тут книга полна приключений, можно посмотреть по содержанию, сколько всего интересного ждет читатель. Вот оригинал иллюстрации, собственно. Это маленькие всякие элементы для оформления. Они не все вошли в книгу. Я чаще всего за издательств, с которыми сотрудничаю, делаю, по крайней мере, стараюсь сделать несколько вариантов каких-то, чтобы можно было потом выбрать наиболее подходящий. Потому что не сюда сразу, как они находятся. Размеры иллюстрации тоже разные. Вот можете посмотреть, что некоторые уменьшались. Для тех, кто только начинает заниматься книжной иллюстрацией, я во всякий случай скажу, что если есть очень маленькие какие-то элементы в книге, то лучше их нарисовать немножечко больше. Потому что картинка при уменьшении всегда будет выигрышней смотреться, чем та картинка, которую, например, придется из более маленькой сделать побольше. Это такие очевидные вещи, но когда только человек начинает, он частенько такие ошибки совершает. В том числе у меня тоже такое было. Наверное, я это учула. Вот такой вот маленький персонаж. Это Ай-Ай. Вот тоже, если кто-то не знает о таком животном, то есть повод познакомиться поближе. Вот он такой. Иллюстрации я рисовала в основном акварелью и темперой в смешанной технике. Детальки какие-то мелкие я делала темперой, а фон и более крупные детали я заливала в парелью. Так, это тот самый Ай-Ай, которого я только что показывала. Вот он. Смотрите, насколько он уменьшен. Два Ай-Ая. Дрыб и Шмяк. Закопычные друзья. Довольно-таки полигамистые ребята. А это похоже и на собачек, но это не собачки. Это те самые красные волки из Маугли. Тут у них совершенно другая роль, но они тоже такие ребята непростые в этой книге. Безмятежно отдыхает в то время, как готовится. Заговор буквально. А в двух шагах от него. Он спит ни о чем не подозревает. Обезьяна и Магда. Это волшебница фактически из сказки. В любой сказке есть волшебница. Так, у наших друзей есть приключения. Иногда даже довольно-таки опасные. В книге присутствует убитого. Все живы, все здоровы. У них заранее детишки. Не опасайтесь, все хорошо. У них несколько иллюстраций, которые в книгу не вошли. Это обезьянка с обложки. Так, что это у нас? Это битва. Практически. Вот Дрык и Шмяк. Зразинит. Дикобраза. Умиганы, парни. Ниже. И Форзвиц. Форзвиц. У нас будет этот. Какая-то получается. На. Хотя изначально я сомневалась, что коль будет в пиздец. Впереди. Вот. Чаще всего для оформления немножко они иначе делаются, чем иллюстрации. Тут как раз я выбрала момент соревнований. Там в книге описывается такой день состязаний. И вот я решила эту сценку вынести и сделать целый разворот. Но поскольку в самой книге там как-то не предполагалось такую большую сцену. Некуда было просто вместить. То она пошла как элемент оформления. Вот это то, что касается иллюстрации. Эскизов очень много и как я рассказала, что образ слонихи я тоже искала достаточно долго и не сразу был найден. Мне хотелось сделать такую обаятельную, немножко наивную. Слонишку. Вот. Но очень целеустремленная она. Несмотря на такую, казалось бы, мягкость. Ну нет. Очень целеустремленная девчонка. Она много занималась, чтобы прийти к своей мечте. Она много работала над собой. Но встретила друзей. Они пережили вместе много приключений. В общем, подробнее, я думаю, почитаете и узнаете из книги. Поэтому, как всегда, огромная благодарность всей команде издательства «Нигма», которые много-много лет дарят радость, делают красивые, качественные книги для детей. Очень интересные. И не только для детей. У них разные серии и книги, которые выходят вне серий. Поэтому... Очередное было такое для меня испытание. Потому что книг в году было несколько. И каждая такая вот необычная. Что-то я для себя каждый раз находила новое. Ну, так что, ребята, спасибо за внимание. Я надеюсь, вам тоже понравится приключение Слонихи Софи. И вы будете смеяться вместе с хулиганами, шмяком и дрыгом. И вам будет что почитать вместе с детьми. До новых встреч. До новых книг.